Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Нарастить темпы вакцинации от гриппа распорядился губернатор Дмитрий Азаров. Ситуацию обсудили на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса. Где дают самую вкусную запеканку на завтрак? Глава Самары Елена Лапушкина оценила ремонт, проведенный в 162-й школе, а также отремонтированные пищеблоки в нескольких учебных заведениях. Волонтеры борются за финансирование проектов. Организации активистов со всего региона рассказали о своих идеях на областном конкурсе поддержки добровольчества. Количество заболевших коронавирусом в регионе ежедневно растет. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 122 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 10 066. Впереди сезон респираторных заболеваний. При этом число привытых от гриппа невысоко. Пока вакцинирование сделали только 5% жителей. Ситуацию обсудили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Говорили и о трудоустройстве тех, кто из-за пандемии остался без работы. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Во время пандемии в регионе действуют две программы трудоустройства. Первая рассчитана на людей, которые оказались под угрозой увольнения из-за экономической ситуации, связанной с коронавирусом. В основном это работники крупных предприятий. Вторая для безработных. В планах трудоустроить 2375 человек. В программу вовлечены все муниципалитеты. Уже заключены договоры на 87 миллионов рублей. На этой неделе заключат еще на 17 миллионов. В основном во временном трудоустройстве нуждаются жители Самары, Сызрани и Тольятти. Им готовы предоставить работы в сфере благоустройства и ЖКХ. Сейчас у нас уже приняли на эти работы и это только инструкции. Это я говорю, по-моему, те, кто большее количество людей принял. Тольятти, Завод технологического оснащения. Это комбинаты питания. Это МУПы, ЖКХ, РАИКО и так далее. То есть в целом у меня по реализации программ трудоустройства и все. То есть реализация у нас идет в плановом режиме и проблем с реализацией у нас нет. Объем тестирования населения на коронавирус увеличился на 37%. Об этом рассказал и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева. Проводится исследование по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды. А именно в смывах с дверных ручек, в магазинах, с тележек и корзин, с поручней лестниц в медицинских организациях и в транспорте. Всего отобрано 148 смывов. Вирус в них не зафиксирован. Тем не менее, число заболевших коронавирусом в регионе растет. В связи с чем губернатор Дмитрий Азаров распорядился усилить контроль за соблюдением профилактических мер во всех муниципалитетах Самарской области. И информирование должно быть не только о дезинфекции, проводимых мероприятиях, но и о штрафах, но и о наказаниях, которые несут конкретные организации с их указаниями. Конечно, с юристами там проконсультируйтесь и так далее. Но думаю, что эта информация не является такой, которую мы не можем СМИ предоставлять. Вот жестко и конкретно. Пожалуйста, если там есть рецидивисты, нарушители среди предприятий, значит, там уже и возможность более жестких мер. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян сообщил, что увеличивается число пациентов, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно, поскольку заболевание протекает в легкой форме. В резерве находится более полутора тысяч коек для лечения тяжелых больных. В рамках подготовки к сезонному подъему респираторных заболеваний перепрофилирована часть коечной базы Самарской городской больницы номер 7. Кроме того, в области продолжается вакцинация против гриппа. Привито более 148 тысяч человек. Это около 5% от всего населения региона, тогда как для образования общественного иммунитета должно быть не менее 60%. В связи с этим губернатор распорядился нарастить темпы вакцинации. Виктория Шарая, События. В Самаре продолжается прививочная кампания. В первую очередь вакцинируют тех, кто работает с большим количеством людей. Прививку сделали около 1200 сотрудников транспортных предприятий. В первую очередь это кондукторы и водители. За процессом наблюдала Елена Малютина. В свой выходной кондуктор Анна Курицына пришла на работу сделать прививку против гриппа. Говорит, вакцинацию проходит каждый год, поэтому последние 10 лет ни разу не брала больничный. Все-таки это иммунитет же, как вырабатывается в организме, поэтому я считаю, что стоит. И чем больше нас людей будет привиты, тем меньше будет заболеваемости. Если человек болеет, у него уже организм ослабленный, и он потом более, как говорится, восприимчив к этому коронавирусу. Поэтому все равно прививки нужно делать. После прививки всегда хорошо. У меня температура, ничего у меня не бывает. Ежедневно транспорт трамвайно-троллейбусного управления перевозит более 200 тысяч пассажиров. Чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям, в Самаре за последнюю неделю около 1200 сотрудников транспортных предприятий сделали прививку от гриппа. Прежде всего, это кондукторы и водители, которые чаще всего контактируют с пассажирами. Вакцинация нужна нашим сотрудникам. Первая причина – это их личное здоровье. Раз, это личное здоровье их близких. И если говорить с точки зрения предприятия такой аспект, у нас очень большое количество кондукторов, водителей, от которых зависит выпуск подвижного на линию. Если сделать прививку, да, они выходят, но они с ней болеют всего-навсего три дня. А если никаких мер не предпринимать, то больше 10 от 14. Поэтому на работу предприятия это тоже, конечно, отображается. У нас сейчас начинается осень. Это традиционный сезон, когда увеличивается заболеваемость различными сезонными инфекциями. И чтобы это все предотвратить, у нас на всех транспортных предприятиях запущена прививочная кампания. В этом году, в связи с тем, что у нас год такой особенный, мы еще просто усилили работу в этом направлении. Поэтому чуть-чуть пораньше начали и поактивнее всех своих сотрудников на это мероприятие агитируем. Профилактические меры реализуются комплексно. В Самарской области по-прежнему действует масочный режим в общественных местах, в том числе и в транспорте. Для кондукторов и водителей закупили 15 тысяч многоразовых масок и около 20 тысяч одноразовых перчаток. Также они на работе регулярно дезинфицируют руки и напоминают пассажирам о мерах безопасности. А тех, кто пренебрегает средствами защиты, просят покинуть салон. Мне нет маски, я сама не взяла. Должны соблюдать. Я забыла. Должны потом просить покинуть салон, чтобы не пропустить правила. Ежедневно сотрудники предприятия, руководство профильного департамента и представители добровольной народной дружины проводят рейды в общественном транспорте и напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. Регулярно проводится дезинфекция подвижного состава. Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Вкусно ли кормят самарских школьников? Качество горячего питания в учебных заведениях проверила Елена Лапушкина. Глава города также оценила, в каких школах Кировского района пищеблоки требуют ремонта, а также заехала в открывшуюся после реставрации 162-ю школу. Вместе с главой на объезд отправилась Мария Левина. Это утро. У главы Самары Елены Лапушкиной началось с запеканки в школьной столовой. Мэр проверила пищеблоки в учебных заведениях Кировского района и попробовала на вкус школьный завтрак. Результатом осталось довольно. Вкусно, кстати. Ревизию глава города провела в трех школах Кировского района. Качество питания у Елены Лапушкиной вопросов не возникло. Блюда оказались горячими и вкусными. Но самым радостным событием оказалось открытие 162-й школы, в которой долгое время проводили капремонт. Пищеблок здесь, как, впрочем, и само образовательное учреждение не узнать, признается директор Елена Качкурова. В этом заведении учатся почти тысячи ребят. В течение года, когда шли ремонтные работы, ученики были распределены по шести ближайшим школам. Честно говоря, мы ожидали, что они будут очень шумными, но они были притихшие, потому что они рассматривали стены, рассматривали кабинеты, оглядывались. Некоторые пришли в первый раз, те, которые учатся в первом и втором классе. Для них это была вообще новая школа. У нас все новое, не только стены, но и мебель новая. Конечно же, радость от того, что такое огромное дело закончилось наконец, и закончилось успешно. И ощущение праздника. В 162-й школе укрепили фундамент, покрасили стены, обновили мебель и предметы интерьера. Изменилось все до мелочей. Даже посуда в школьной столовой новая. Открыли образовательное учреждение 14 сентября, как и обещали. Когда ремонтируешь школу, всегда видны результаты. С вчерашнего дня мы возобновили учебный процесс в этой школе. И хотела посмотреть, как вернулись дети в свою родную школу, и как распределяются потоки. Рада, что наконец-то мы закончили ремонт. Рада наконец-то, что все вернулись в родные пенаты. И что, в общем, достаточно грамотно детки здесь распределены. В нескольких школах Кировского района ремонт на кухнях и в столовых еще только предстоит. Кроме того, в планах заменить оборудование и мебель. Преображение образовательных учреждений намечено на 2021 год. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Калдашов. События. Явка на выборах составила 35,63%. Предварительные итоги озвучили на брифинге в областном избиркоме. Всего было организовано 312 избирательных кампаний на замещение 3212 депутатов. В общей сложности в Самарской области было зарегистрировано почти 7,5 тысяч претендентов. Досрочно проголосовало 20% избирателей. Представители «Единой России» получили 2865 мандатов, «Справедливая Россия» 59, «КПРФ» 25, «ЛДПР» 38. По одному мандату получили члены партий «Новые люди», «Зеленые», «Яблоко», «Родина». Еще 214 у самовдвиженцев. За три дня на участках присутствовали более 4700 наблюдателей. В избирательную комиссию региона за весь период выборной кампании поступило 184 жалобы. Все они рассмотрены либо избирательной комиссией, либо в основном мы передавали их на рассмотрение в нижестоящие комиссии, поскольку именно они организуют выборы, именно они должны рассматривать эти жалобы. Ну вот таких жалоб, которые бы могли повлиять на итоги голосования, среди них мы не отмечаем. В России увеличат размер материнского капитала. Жители Приволжского федерального округа этим летом потратили за границей на 75% меньше средств, чем в прошлом году. А мобильная связь может снова подорожать. Подробнее расскажет Светлана Кудрявцева в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. В следующем году в России проиндексируют материнский капитал на 3,7%. Это прогнозируемый уровень инфляции. Выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля. На второго, если на первого уже получили 155 550 рублей. А если не получали маткапитал на первого – 639 432 рубля. Всего на выплату материнского капитала в 2021 году планируют выделить 443 млрд 300 млн. рублей. Летом этого года жители Приволжского федерального округа потратили на отдыхи за рубежом 450 млн. рублей. Это на 75% меньше, чем годом ранее. Расходы по картам проанализировали в одном из крупнейших российских банков. Количество совершенных транзакций с июня по август уменьшилось вдвое – до 230 тысяч. В основном жители ПФО расплачивались карточками в Турции, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Больше всего потратились за границей на шоппинг, продукты, гостиницы, бары и рестораны. А вот значительно урезали расходы на аренду автомобилей, экскурсии, концерты и кино. До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5-7%, прогнозируют эксперты. Осенью операторы, вероятно, запустят новые сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. Такая хитрость не даст абонентам четкого понимания об уровне подорожания, говорят аналитики. В Федеральной антимонопольной службе оснований для нового роста цен не видят. Если оно все же произойдет, то, учитывая предыдущее повышение тарифов, мобильная связь по итогам этого года станет дороже на 15%. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 сентября 75 рублей 19 копеек. Американская валюта прибавила 47 копеек. Курс евро 89 рублей 36 копеек. Европейская валюта выросла на 78 копеек. Стоимость нефти марки Brent на 15 часов 15 сентября 40 долларов 14 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Волонтерские организации со всего региона защищали свои проекты на областном конкурсе поддержки добровольчества. Всего было подано 10 заявок, 9 попали в финал. В прошлом году финансирование получили 4 проекта. Уникальность конкурса в том, что нет лимитирования призовых мест. Все участники могут победить. Главное, чтобы проект был актуальным. Подробнее расскажет наш корреспондент. Чтобы делать добро, горячего сердца недостаточно. Нужны ресурсы и возможности, уверен Сергей Апарин, представитель молодежного движения Новокуйбышевска. Он приехал в Самару на конкурс волонтерских штабов региона. Похвастаться есть чем. В этом году активисты не только помогали местным жителям в решении их проблем, но и побеждали в региональных конкурсах, защищая свои проекты. Вот и сейчас решили получить в очередной раз помощь от областного правительства. Новокуйбышевским волонтерам нужен новый современный офис, где могли бы собираться все городские добровольцы. Главная задача, повторюсь, это вовлечение всех людей в деятельность добровольческую, в деятельность общественную жизнь города, в решение вопросов, каких-то социально важных. Конкурс волонтерских штабов из разных городов и райцентров региона проходил уже второй год подряд. Сегодня жюри оценивает 9 проектов. Эксперты – это представители Минобра, бизнес-сообщества и ресурсного центра поддержки и развития добровольчества. Победители конкурса у нас ежегодно получают материально-техническую поддержку. Ресурсный центр, как учреждение, сопровождает их деятельность, консультирует, поддерживает методически, помогает организационно. Соответственно, они участвуют во всех наших программах, обучающих мероприятиях, помогают нам с реализацией федеральных программ. В прошлом году в конкурсе победили 4 проекта. Их реализовали в Кенеле, Красном Яре, Жигулевске и Новокуйбышевске. По федеральному проекту – социальная активность национального проекта образования. Игорь Комаров, полномочный представитель президента страны, на Всероссийском форуме Иволга отметил, что Самарскую область – лидер по развитию волонтерского движения в Приволжском федеральном округе. Рассказал член жюри конкурса Сергей Бурцев, замминистра образования Самарской области. Губернатор очень активно поддерживает все программы в развитии добровольчества. Наша задача – создать условия для развития добровольчества, чтобы граждане могли при своем желании вовлекаться в эти процессы. Этот сложный год стал для волонтеров особенно плодотворным. Они активно помогали нуждающимся во время самоизоляции, связанной с пандемией, помогали организовывать голосование за поправки в Конституцию. И со всеми этими задачами добровольцы справились на отлично. Так оценило их работу областное правительство. Поэтому поддержка волонтерского движения будет продолжаться и в будущем. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Новые успехи Самарской области в финале национального чемпионата WorldSkills Russia. С 6 по 21 сентября соревнуются молодые профессионалы. Второе место заняла студентка Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Мария Насырова. Участие в конкурсе приняли и студенты техникума кулинарного искусства. Между тем, к национальному чемпионату готовятся и профессионалы возрастной категории 50+. Олег Зверев пообщался с финалистами. Тема занятий – конфеты. Алина Луканина готовит эксклюзивные угощения и ручной работы. Студентка Самарского техникума кулинарного искусства недавно завершила свое участие в финале национального чемпионата WorldSkills Russia. Результаты будут известны позже, но соревновательный процесс ей понравился. Финал был по времени 4,5 часа. Там было задание конфеты двух видов. Это трюфельные и нарисные. Потом лепка из мастики. И тайное задание, которое приходилось за 15 минут до начала. Мастер производственного обучения Галина Телеляева, под руководством которой студентка становится кондитером мирового класса, еще только готовится к участию. Конкурс для опытных профессионалов 50+, проходит после молодежного. Шоколадное дело уже принесло ей победу на региональном этапе. Впереди участие в национальном конкурсе. Мы уже участвовали в Казани два года назад. Заняли медальоны, то есть это четвертое и пятое место. И сейчас так продолжение хочется занять получше место. Все идут достойные, у которых большой опыт, причем конкурирует с такими тяжеловато. Аделина Шариева сегодня готовит осетинские пироги, такие же, как она пекла дистанционно на чемпионате. Девушка справилась со всеми заданиями, испекла 18 пирогов, рассчитывает, что результат будет хороший. В воскресенье я закончила на России. То есть у нас было три дня. Мы готовили сладкие пироги, вкусные пироги. И также обычные пироги, это типа с ботвой, это с картофелем, это обычный блябан, это с сыром чистым. Между тем, в числе призеров национального чемпионата мировые навыки прибыло. Второе место в компетенции промышленный дизайн заняла студентка Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Мария Насырова. Задание смоделировать кресло для работы за компьютером она выполнила лучше других. В первый день нужно было визуализировать свой проект на бумаге. Во второй день нужно было смоделировать эту модель, то есть как она скрепляется, то есть учитывая все крепежи, как она работает, анимация, чтобы заказчик видел, смотрел на модель и понимал, что он видит, что он получит в итоге. А на третий день мы уже делаем рекламу своего проекта. В этом году системе среднего профессионального образования исполняется 80 лет. К юбилею материально-техническая база техникумов и колледжей существенно обновлена, так что теперь регион вправе рассчитывать на победы. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы продолжится до 21 сентября. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. В Самарской области начали принимать заявки на конкурс «Студент года-2020». Главная цель организаторов – выявить и поощрить лучших студентов вузов и СУЗов за достижения в развитии образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности. В прошлом году оргкомитет получил рекордное количество заявок – более 500. В этом ожидают не меньше. Подробнее расскажет Светлана Кудрявцева. Студентка четвертого курса Самарского политеха Диора Пирова рассказывает журналистам о новом для себя опыте, наставничестве. Сегодня она помогает учащимся вузов найти и проявить себя. А всего год назад девушка сама, преодолев сомнения, отправила портфолио на конкурс «Студент года» и победила. Диора с ее научными достижениями в области программной инженерии признали лучшей в номинации «Интеллект года» на региональном уровне, а на всероссийском этапе студентка стала лауреатом третьей степени престижной премии. После самопрезентации, после всех этапов конкурса, когда я уже стояла на сцене награждений и ждала этот результат, я понимала, как это круто, как это важно вообще участие в таких конкурсах. Я поняла, что именно «Студент года» позволяет развивать себя во всех сферах, показать всем, кто ты, что ты, что ты, как ты можешь себя где-либо реализовать, открывать себе большое количество возможностей. В этом году победителей и лауреатов определят в 11 ключевых номинациях, рассказывают организаторы. Среди студентов вузов и СУЗов выберут лучших старост, спортсменов, творческих личностей, профессионалов, интеллектуалов и добровольцев. Помимо ценных призов у них будет возможность публиковаться, стажироваться, получать дополнительное образование, как в России, так и за рубежом, выстраивать карьеру по специальности. Конкурс является одним из ключевых событий в студенческой жизни Самарской области и позволяет выявить наиболее талантливых студентов в различных номинациях. Именно поэтому конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого национального проекта образования», поддержанного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И это позволяет нам с уверенностью говорить, что те студенты, которые побеждают в этом конкурсе, действительно для них открываются различные возможности. И это действенные социальные лифты, которые сейчас существуют в нашей стране. Все этапы конкурса пройдут с соблюдением норм безопасности, предусмотренных в этом году Роспотребнадзором. Помещение, в котором участники будут подавать заявки, будет систематически проветриваться, обрабатываться. При подаче заявки у участников мы будем всегда просить соблюдать масочный режим, обработка рукоантисептическим средством. Подать заявку можно до 1 октября. В Самарской области конкурс проходит уже в девятый раз и в общей сложности. В нем приняли участие более 2,5 тысяч студентов региона. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Стелы с именами легенд советского футбола появились в Загородном парке. Там открылась аллея славы ветеранов футбольного клуба «Крылья Советов». С подробностями Мария Левина. Дмитрий Синяков, Александр Гулевский, Виктор Карпов. Легенды самарского футбола. Стенды с их именами украсили аллею в Загородном парке. Среди героев стел Валерьян Панфилов, советский футболист, полузащитник, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов». Рекордсмен по количеству сыгранных матчей. Он выходил на поле более 400 раз. Мне посчастливилось попасть в команду. И вот, в принципе, вся жизнь у меня – это команда «Крылья Советов» и самарский куберский футбол. Чтобы определить, чьи имена должны украсить Стелы в парке, опирались не только на профессиональные результаты, но и на мнение болельщиков. Для них устроили голосование. У нас есть много людей, которые достойны быть отмеченными здесь. Поэтому я думаю, что продолжение следует. Без прошлого нет, настоящего и нет будущего у клуба. И на самом деле эта аллея должна показывать молодежи, в том числе, что у клуба, в общем-то, большая история. И много людей, много футболистов, много тренеров, которые ковали эту славу. Новая традиция будет продолжена, обещают спортсмены. Новые победы, а значит, и новые Стелы не заставят себя долго ждать. Совсем скоро в парке появятся еще две. С именами Бориса Казакова и Геннадия Сарычева. Мария Левина, события. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара ГИС и в соцсетях. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, а также на наш Ютуб-канал, который покорил новый рубеж. 25 миллионов просмотров. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!